Роторный эскалатор R-1250 Реальная машина 48 метров в длину и 22 метра в высоту. Это очень много. Это где-то 7-8 этажей. Начал я, естественно, с поиска чертежей реального эскалатора. И тут, к сожалению, у меня жало разочарование. Нашел я всего одну картинку. Вот она. Всего 400 пикселей у нее разрешения. Я попробовал послать на завод просьбу прислать мне габаритные чертежи. Потом я выяснил, что не на тот завод послал. Ну, в общем, в итоге мне все на ничего не ответили. Так что это все, что у меня есть. Основные размеры здесь даны. Дальше еще дополнительные размеры я мерил линейкой. И все это Excel мне посчитал и, соответственно, перенес к нужному мне масштабу. Сначала я хотел сделать масштаб под техник человечка. Вот тут я прикинул. И модель была бы 2 метра 30 сантиметров в длину. Я вовремя отказался от этой идеи и пришел к запасному варианту. Модель будет в масштабе систем человечка. 117 сантиметров в длину и 54 сантиметра в высоту. Экскаватор имеет очень четко выраженную геометрическую структуру. Несущие треугольники здесь отлично просматриваются. Поэтому я создал такую геометрическую модель. Здесь уже все в масштабе построено. И уже с учетом не сантиметров, а именно пинов. То есть в лего уже единицах измерения. Пытался я посчитать это и как-то к теореме Пифагора адаптировать. Но все это не сходилось. И я пошел по другому пути. Я сделал сразу экземпляр реальный. Вот такой вот получился у меня макет. Здесь есть неправильные треугольники. Что-то с большим напряжением соединено. Но нормально все это работает. Поэтому за основу я и возьму эту конструкцию. И дальше уже буду объемную версию делать. Я называю ее Курица. Мне кажется, очень похоже. Ну вот, пока у меня все. Продолжение следует. Всем привет! Я продолжаю свой рассказ про строительство роторного экскаватора. Это вторая часть. Кто не видел первую часть, ссылка есть в описании к этому ролику. И там я рассказал, с чего все началось. После того, как я посчитал основные размеры, пора бы уже начать строить. Когда делаешь такую большую модель, важно как-то разделить на блоки. Потому что тогда просто будут глаза разбегаться. И не будешь знать, за что вообще браться, с чего начать. Я так же поступил, когда делал свою валочную машину. Там было шасси, была валочная головка, стрела и башня. Вот такие четыре части. И я так последовательно решал эту задачу. Здесь, по сути, аналогичная ситуация. Есть шасси, есть конвейер основной, есть разгрузочный. И все это объединяется такой мега структурой. Самый большой, самый сложный. В которой все должно согласовываться и как-то уживаться. Начал я, как и валочную машину, с шасси. Оно очень прочное, я надеюсь. Но я его тестировал таким конкретным нажатием. Здесь стоит 4XL мотора. И если не хватит мощности, у меня здесь получилось дополнительную еще ступень редуктора. Я могу добавить туда понижение. У меня сейчас стоят там шестеренки 1 к 1 передаточные отношения. Я еще до 1 к 3 смогу понизить, если что. Когда будет тестировать уже все в сборе. Шасси будет отделяемое легко. Я сначала думал, что это поможет мне как-то при транспортировке модели. Но сейчас у меня такие смутные предположения, что эта модель никуда не будет транспортироваться. Вообще пределы моего дома не прокинет никогда. Потому что это будет очень здоровая, очень тяжелая штука. Я думаю, что я ее никуда не потащу. Сверху шасси будет просто ставиться на поворотном столе вся остальная надстройка. Но я не стал сразу браться за эту нижнюю часть. Потому что к ней должны крепиться все другие составные части. Два конвейера должны пересыпаться с одного на другой. И очень легко что-то не учесть. Гораздо легче делать эту центральную часть, когда уже есть компоненты остальные. Поэтому я начал с основного конвейера. С колесом ротора. Собственно, с ротором, с ковшами. Уже оно, в принципе, работает отдельно. Вот такой вот конвейер. Я добавил на конвейер перемычки, чтобы сыпучие грузы не скатывались. Потому что эта гусеница очень такая гладкая. И если будет вверх поднимать материал, да, конвейер, то они будут просто скатываться. Эти перемычки позволят успешно перемещать груз под наклоном. Здесь есть скос. Из ковшей грузы падают на конвейерную ленту. Я использовал пины длинной 3L. Пробовал с кубиками 1х2. Здесь вроде все работает. Также я занялся разгрузочным конвейером. Он был без этой большой центральной части. Сейчас я уже просто начал встраивать потихоньку. И пока не увлекся, решил записать это видео, потому что потом будет ничего непонятно. Здесь у нас разгрузочное устройство. Здесь пара микромотора будет интересную функцию выполнять. И все это будет подвешено. Подвешено. Сейчас будет подвешено. К этому кронштейну к системе тросов и блоков полиспас здесь будет позволить регулировать по высоте. Будет регулироваться высота разгрузочного конвейера. И он приводится в действие. Здесь стоит мотор. В реальной машине тоже он примерно здесь установлен. Вся эта система еще вращается, как вы поняли. И ось вращения синхронизированная будет совпадать с осью вращения всей этой суперструктуры, которая стоит на шассе. И скорость вращения будет одинаковой. То есть можно будет, поворачивая основную надстройку, удерживать фиксированное направление разгрузочного конвейера. Я уже начал все это собирать воедино. Сейчас работаю над таким нехитрым устройством вроде бы, чтобы грузы пересыпались с этого конвейера на этот. Но пока у меня не очень получается. Я правда только начал сегодня. Не так это просто. Просыпается мимо. Вот еще, конечно, мешать эти перемычки. Здесь близко к ленте не сделать этот вот, как сказать, желоб для пересыпки. Ну, я еще поработаю над этим. Ну, надеюсь, что у меня получится. Вот. И дальше я это вот уже начал здесь собирать воедино. Это будет очень большая штука, я уже вижу. Будет круто, если все это будет работать. Важно отметить, что на этапе сборки обязательно нужно проверять отдельные механизмы, работают они или нет. Потому что может оказаться, что вы что-то не учли. И если это выяснится на этапе, когда уже все собрано, потрачены там недели или месяцы работы, то это очень обидно. Я натыкался на такое и отучился уже. Поэтому вот я проверил. Сейчас у меня по отдельности все работает. Но остыковка это уже отдельная песня. Про это вы узнаете из следующего или из следующих роликов. Спасибо за внимание. До новых встреч. Всем привет. Вы смотрите очередной ролик, посвященный моей модели роторного экскаватора R1250. Он уже близок к завершению. Сейчас я занимаюсь всякими внешними штуками. Лесенки, перильца. То есть детализации функций все уже работают. Наконец-то я верх-низ соединил. Раньше я делал это по нескольким причинам. Во-первых, удобнее по отдельности работать. Это очень тяжелая и действительно большая штука. Я не маленький тоже. Больше метра двадцати в длину. Он сколько весит, я пока не знаю. Но весит много. И конечно, когда разделяешь, все-таки покомфортнее и на столе как-то вращать удобней. Но сейчас уже поскольку дело дошло до стыковки, именно детализацию тоже нужно будет сделать, чтобы она органично смотрелась вверх и вниз. Я их объединил. Ну и вторая причина, почему я не делал этого раньше. Мне нужно было максимально закончить башню, чтобы она была сбалансирована настолько, насколько это получится. Я добавил сюда немного грузиков и она у меня стоит просто на поворотном столе. Кто видел мой ролик про экскаватор, осенью я делал, я вам тоже рассказывал, что он у меня балансирует на поворотном столе, то есть на такой маленькой площадочке. Эта башня тоже очень хорошо сбалансирована. Но это придает ей устойчивость и уменьшает нагрузку на шасси. То есть не будет выламывать поворотный стол. Наверное, будут выламывающие нагрузки создаваться, когда разгрузочный конвейер будет отклоняться в сторону, он довольно тяжелый. Я пока в полном объеме еще не тестировал, но надеюсь, что все там будет нормально. Ну а сейчас, как я сказал, я работаю над детализацией. Уже много сделано, очень много мелких деталей на это уходит. Но это делать нужно, потому что часто смотришь, большая работа, я и про свои работы говорю, они смотрятся, конечно, пусто, без детализации, куча панелей каких-то плоских. Это все, ну, впечатляет только размерами, нету какой-то изюминки, да. А бывает работа, смотришь, она и размерами впечатляет, и проработана еще до мелочей, и это реально круто. Ну, в общем, я сказал себе, что я не буду лениться, и буду методично делать-делать, тоже разбивая на части, потому что когда смотришь на все это вместе, думаешь, что делать это нескончаемо долго. Но я уже сделал основную стрелу, разгрузочный конвейер, там с той стороны дорожка на башню заход. Сейчас нужно сделать здесь заднюю часть, имитатор двигателей поставлю сюда, потому что реально машины, двигатели и редукторы стоят снаружи здесь. У меня двигатели внутри, в силу особенностей конструкции. Ну, здесь будет какой-то муляж, тоже лесенки всякие будут. В реальной машине еще есть доступ вот к этим блокам, то есть вот здесь лестницы будут пострелить, и я пока не решил, буду ли я их делать, мне кажется, что они довольно громоздкими получатся, и могут просто испортить впечатление, что так, в принципе, пока смотрится, на мой взгляд, неплохо. Детали, условно, все это уйма просто. В этой модели много проводов всяких, я их тоже постарался спрятать, немножко вот в этих коробках спрятано, вот аккуратно я закрепил на стреле все провода, на мой взгляд, они не бросаются в глаза. Таким образом, строительство модели движется уже к своему завершению. В следующий раз я уже по готовой модели, я думаю, буду показывать. Расскажу про все функции подробно, что, зачем и почему сделано, так что не пропустите. Привет! Вы смотрите заключительную, четвертую часть моего рассказа про роторный экскаватор. Кто не видел первые три части, я через пару дней выложу склеенные из четырех частей видео для удобства. Ну и когда он появится, здесь будет огромная ссылка в середине экрана, чтобы вы могли сразу перейти на него, и смотреть все части, а не только эту заключительную. И сегодня я расскажу про функции модели. Ну, про движение особо нечего рассказывать. Четыре экскаватора делают свое дело. В комментариях писали, что экскаватор ездит слишком быстро. Я знаю, что реально машина ездит медленно, но черепашку делать не очень интересно. Она бы уныло смотрелась и на видео, и играть ей было бы скучно. Поэтому я сознательно сделал так, чтобы он ездил как-то все-таки с нормальной скоростью. Тут я, да, отошел от оригинала. Башня смонтирована на новом поворотном столе. Работает он хорошо, пока нет у меня никаких к нему нареканий. Может быть, когда я разберу все это, будут какие-то следы из носа на нем, посмотрим. Но сейчас очень хорошо все поворачивается, и вроде бы трение не очень большое. Башню поворачивает два М-мотора через червяки 1 к 24-му понижения. И по такой же системе поворачивается разгрузочный конвейер, чтобы с одинаковой скоростью они двигались. Там тоже стоит два М-мотора. Вот здесь вот. И основная стрела и разгрузочный конвейер довольно тяжелый, поэтому, как и в реальных машинах, для их подъема я использовал полиспасты. Системы подвижных и неподвижных блоков. Они дают выигрыш силе, и, соответственно, можно поставить более слабый мотор для подъема, собственно, стрелы. Здесь, пожалуй, единственный неродной элемент использован. Это нить. Эта нить очень длинная. Получилось у главной стрелы метров пять, наверное, в длину. По-моему, в Лего таких нет. Но я купил в специализированном магазине. Она такая с металлическим блеском, вкрученная. В общем, как такой стальной трос выглядит. Очень прикольно. Конвейеры приводятся в движение М-моторами. Один М-мотор на главный конвейер и один на разгрузочный. Есть один косяк. Все-таки не идеально работает перегрузочный механизм. И под определенным углом наклона стрелы иногда попадают пины вот сюда под конвейер. Ну, это из-за того, что у меня перекладины стоят на конвейере для подъема вверх материала. И там неплотно прилегает, получается, желоб разбрузочный к конвейеру самому. Ну, тут ничего не смог сделать. Я повторюсь, это когда стрела очень круто вверх повернута. И получается, что пины, скатываясь, как бы попадают иногда под конвейер. Ну, а самый мой любимый механизм экскаватор, пожалуй, это разбрузочное устройство. Это очень интересный механизм, который позволяет грузить в железнодорожные составы, не просыпая материал мимо, там, где сцепка вагонов. Давайте крупно попробую показать, как это работает. Итак, представим на секунду, что это не коробочки от плавленого сыра, а железнодорожный состав. И вот он так вот у нас грузится. И когда этот вагон наполнится, произойдет следующее. Состав движется дальше. Вот у нас тут продолжает все сыпаться. А потом заслонка переключается и начинает грузиться следующий вагон. А поезд все едет и едет. Ну вот, пожалуй, все. Я пока все-таки не решил, буду ли я делать к нему инструкции, в каком виде она будет, потому что времени немного, а работы на создание инструкции здесь очень много, и она займет очень много времени. В описании к видео есть ссылка на полную демонстрацию всех функций. Кстати, этот видос буквально вчера 100 тысяч просмотров набрал. Так что смотрите, я надеюсь, что он и 200 наберет. А я прощаюсь, но ненадолго. Очень скоро увидимся снова. Продолжение следует...